Театральный, а также шоссейный. Горожане боятся, что в любой момент бездомные животные могут проявить агрессию. Уже были случаи, когда от нападения пришлось защищать детей. По проблеме люди обращались в соответствующие инстанции, но решения так и не увидели. Елена Еремина продолжит тему. Улица Театральный, день. Жительница Степнова, поселка Лариса Поздей, вам по пути на работу и домой часто видят зданию гродячих собак. И не всегда такие встречи обходятся без стресса. Один раз приходилось даже защищать детей от нападений безнадзорных собак. В моих глазах собаки пристали к двум мальчишкам, подошла, отбила от мальчишек собак, разогнала их палкой, пошла вместе с ними до торгового центра. Оренбуржинка говорит, в этом районе города таких собак не менее двух десятков. Отпускать ребенка в школу одного попросту страшно. Бездомные животные уже кусали знакомую женщину, сильно погрызли ногу. О проблеме по телефону она сообщила в администрацию города Оренбурга 28 декабря. Но ей ответили, что на решение этого вопроса денег нет. Страхи от непредсказуемого поведения собак и тех, кто живет рядом с гаражным кооперативом на Волгоградской. За гаражами около лесополосы живет большая собака, похожая на Алабая, которая держит район в страхе. Присоединился еще куча собак, штуки четыре, наверное, помельче. Они вместе с ней бродят. Она может одна подойти, зайти в массив гаража, покушать, погавкать, разогнать наших собак, те, которые уже прижились в гараже. Она, когда детишек своих родит, она будет их защищать. По этой дороге ходят жильцы близлежащих домов. Здесь же путь на остановку электрички. Проблемы бездомных собак в Оренбурге существуют не один год. В 2021-м в областном центре одна из них напала на школьницу на Флотском переулке. Вопрос о судьбе животных без надзора поднимался 10 января на аппаратном совещании в правительстве области. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что на обращение с безнадзорными животными в регионе выделяются средства. В прошлом году на отлов, содержание и стерилизацию было выделено более 25 миллионов рублей. В этом году направят более 30. Как этими средствами распорядятся муниципалитеты, пока не ясно. Елена Еремовна, Георгий Бурлусский. Новости дня. Ребята, те, кто особенно у нас живет за границей, вы интересуетесь, что происходит в Якутске. В Якутске происходит, простите, жопа и просто отмывание денег. То есть люди таким способом натравливая граждан и натравливая просто на собак. То есть они это все сделали, ситуация, ну, наверное, как и в каждом городе России. То есть люди не хотят работать по программе ОСВ, да, то есть нас подготавливают. Это вторая передача уже позавчера, да? Вчера. Вчера была еще одна про бродячих собак. Это подготавливают к тому, что на те деньги, которые могут выделяться из бюджета, стерилизуют, ну, по программе ОСВ можно сделать только там очень мизерное количество. Но давайте начнем с того, кто этих собак выкидывает. Откуда они появляются на улицах города, да, лобайки, в ошейниках. Может быть, ответственность уже просто предъявлять к тем, кто выкидывает собак. Или те, кто отпускает своих собак на самовыбу. Я хожу по городу, я не вижу, вот даже адреса, которые вчера указывали, там по адресам, где я бываю, я не вижу этих собак, на меня никто не нападает. Женщина, которая первая рассказывала, там просто оговорочка по Фрейду, отбила собак от мальчиков. Палкой. Не мальчиков от собак, а собак от мальчиков. Это собак, животных нужно защищать, а не уничтожать. То есть нас просто подготавливают к тому, чтобы делать, скорее всего, то, что происходит. Второй Якутск. Якутский. То есть во многих городах есть уже такая информация, что хотят присоединиться Хабаровск к такой же... Акции. Ну, акции. Я бы сказала, матом. То есть к такому, как про то, что убийство, про то, что происходит в Якутске. Это просто освенцам, да, у нас был когда-то в свое время освенцам против людей, да, против определенных представителей, определенных раз. То есть то же самое происходит теперь против животных, против собак, против кошек. И в России пока не изменить законодательство, не изменить мышление людей, это не исправить. И хоть, ну, начнем мы сейчас вывозить с Якутска всех в срочном порядке, это будет в другом городе. Это в Якутске придали огласки во многих городах, которые, тем более, маленькие города. Это все происходит, ну, безмолвно, без всякой огласки. И вот эти передачи неспроста, как то, что происходит в Якутске и в Оренбурге, вот уже прям две передачи подряд. Бедные люди, бедные, ну, какие злые собачки. Ну, стоит собачка, лает на дорогу, идите себя спокойно. Почему всех кого-то там кусают, нападают? Ну, что-то от моих знакомых ни у кого не укусило. Там, ладно, это если я волонтер, да, может быть, они какую-то опасность от меня чувствуют и убегают. Ну, других-то не кусают. Вот, что за бред, что вот, ну, у меня единственный вариант, что это постановочные сюжеты для того, чтобы таким образом экономить бюджетные средства, не строить приют. Ну, обозлить людей против животных и все. То есть в том году не построили приют, да, как, хотя принят законодательство, и Байматов писал, что должен быть в каждом городе приют муниципальный. В том году денег не было, в этом году, да, чтобы пока все молчат, не вспомнили про приют. Не знаю. Понятно. Ну, вся ситуация тупиковая и очень горько, что наше правительство просто уничтожает все вокруг. Природу собак. Никогда наше общество, наверное, не придет к тому, что нужно быть гуманным, не знаю, каким-то добрым. Поэтому вот такая ситуация и такая ситуация во многих городах, это не только страдают якутские собаки. Продолжение следует...